Привет, ребята! В общем, меня тут попросили поделиться какой-то своей аналитикой, каким-то своим мнением насчет плей-оффов и вообще насчет чемпионата мира. И так как что-то контента давно не было, и следующее видео будет не по Лиге Легенд, то я решил поделиться этим со всеми, что ли. Вот. Ну, что ж, вот у нас тут сеточка. Давайте поедем сверху, наверное. Рокстайгерс против EDG Эдвард Гейминг. Корея-Китай. И я сразу хочу сказать, что вот эта вот штука, скорее всего, будет довольно равная, потому что, в принципе, соперники относительно равные. Ведь здесь у нас есть интрига, здесь прям сказать, что кто-то сильнее, лично мне трудно. Но если выбирать одно из двух, между Кореей и Китаем, я выберу Корею. По одной простой причине. Корея стабильнее. Всегда, когда я смотрел соревнования Корея-Китая, Корея всегда была стабильнее. Потому что Китай, да, Китай сильная лига, но она нестабильна. Это мы видим на примере Royal Never Give Up. На этом турнире, на прошлых турнирах, то что если здесь выбирать одно из двух, я выберу Корею, выберу Рокстайгерс. В принципе, это не особо-то важно, кстати. Потому что вот эта вот группа, SKT T1 против Royal Never Give Up, это противостояние я бы хотел, честно говоря, видеть в финале этого чемпионата мира. Но оно случится гораздо раньше еще, на стадии четвертьфинала. Так вот, всей, вообще не знаю, всей своей натурой, всей своей душой, сердцем, я буду топить за Royal'ов. Определенно за Royal'ов. Потому что, блин, Узи классные, Мата еще лучше, и их ботлейн божественный. Но головой, логикой и разумом я понимаю, что, скорее всего, SKT T1 выиграют. Именно тоже потому, что Корея стабильнее, чем Китай. И на этом турнире SKT T1 играла очень стабильно, очень хорошо. А Royal'ы периодически делали глупости. И они периодически делают глупости уже не первый турнир. И даже больше скажу, не первый чемпионат мира. Поэтому, как бы мне не хотелось видеть Royal'ов, которые там побеждают всех и вся, скорее всего, SKT T1 выиграют. Увы. И то есть, вот это вот противостояние уже, в принципе, не важно, потому что вот это... Хотя нет, подождите, важно. К этому вернемся, наверное, попозже. Но, вообще-то, допустим, сюда выходит SKT T1, сюда выходит Роксы. Окей. Идем дальше. Третья группа, вот это вот. Это самый ноубрейнер выбор абсолютно. То есть, Samsung Galaxy против Cloud9. Cloud9 сосёт жопу. Cloud9 — это сраный мусор, как и все практически американские команды. Я просто ненавижу американскую лигу, потому что люди там играть не умеют, но при этом из-за того, что там огромная фан-база, у них большие зарплаты. Поэтому, в принципе, болеть за любую американскую команду, да и, в принципе, как-то адекватно, с уважением к ним относиться, я вообще не могу. Не говоря уже о том, что Cloud9 реально плохо играют. Ну, понятное дело, Samsung здесь выиграют. Это просто ноубрейнер выбор, думать тут абсолютно нечего. И, да, Кореи много. Уже как бы все три слота Кореи у нас вот есть в четвертфинале. Вот последняя группа, наверное, самая интересная для, скорее всего, вас, да, для русскоговорящей аудитории, для тех, кто топит, болеет за NX. Вот здесь я сразу хочу дать вам такой огромный мой дисклеймер. И дисклеймер, он касается не только этой группы, но и вообще всего вот этого преддикшена. Не слушайте меня, не слушайте никого. Думайте своей головой и, в принципе, считайте все вот подобные преддикшены, подобные размышления не более чем какое-то там просто альтернативное мнение, альтернативную информацию с параллельной вселенной. Потому что этот вообще чемпионат мира, он очень непредсказуемый. И, в принципе, изначально я даже не хотел эту штуку-то и записывать, и вообще какие-то подобные вещи давать. Потому что, в принципе, преддикшены на этот чемпионат мира – это очень трудно. Слишком все непредсказуемо. Ну, по крайней мере, в группах так было. Никто, например, не верил в то, что NX из группы выйдут. То, что NX вообще покажут нам какую-то игру, да, скажем так, порвут шаблон вот этой вот wildcard команды, которая там проигрывает все свои игры, ну, или там одну отжимает с грехом пополам. И этого, в принципе, достаточно. A NX как бы шаблоном немножечко порвали и всех удивили. Вот. И, блин, те два человека, которые топили за A NX, ну, имеется в виду, серьезно топили прям, не знаю на чем, но вот как-то так вот они за них реально топили. Сейчас они выглядят как просто какими-то космическими предсказателями и провидцами всего на свете. Поэтому неважно, в принципе, что я скажу насчет вот этого вот матчапа. В принципе, неважно, что я скажу по поводу A NX. В любом случае, я буду выглядеть довольно глупо. То есть, если я скажу, что A NX выигрывает, значит, я тупо запрыгнул на хайп-трейн, не имея своего мнения. Если я скажу, что A NX проиграю, значит, я там не знаю какой-нибудь русофоб и хейтер. Ну, в глазах общественности имеется в виду. Поэтому конкретно вот здесь я предикшнов давать не буду. Но я говорю, что я не прыгаю на хайп-трейн A NX. То есть, да, определенно, выход на чемпионат мира — это достижение. Выход из группы на чемпионате мира — это еще большее достижение. Но прыгать на хайп-трейн и говорить, что вот, они могут, да, они там выиграют всех и вся, они там возьмут первое место на чемпионате мира — нет. Этого я делать не хочу. Причин для этого я лично вижу много, больше, чем одну, да. То есть, тут нету каких-то моих тупо эмоций. Хотя эмоции здесь тоже определенно присутствуют, какие-никакие. Что я думаю? Во-первых, я думаю, что есть такая вот мудрость. Да, ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. Так вот, я думаю, что многие игры в групповой стадии, тут, по-моему, даже можно кликнуть и посмотреть, да, можно кликнуть и посмотреть, что многие игры против Counter-Logic Gaming, против Gamers 2, даже одну игру против Rock's Tigers, этот, Айнексом, дали победить. Именно дали победить. Counter-Logic Gaming выкидывала игры направо и налево. Gamers 2 сыграли, как в Элдкарт команда. Rock's Tigers вторую игру они проиграли. Потому что корейцы очень любят либо тотально не готовиться против слабых оппонентов, либо прощупывать оппонентов. То есть просто играть очень пассивно, ничего не делать и дать оппонентам развернуться, да, показать какую-то свою игру, чтобы потом это все посмотреть, анализировать и, исходя из этого, уже играть дальше. Корейцы очень любят так делать на самом деле. Это тоже, мне кажется, дало Айнексом победить. Если уж говорить дальше, говорить немножечко про игроков, то про игроков... Ну, мне есть что сказать про игроков. Окей. Кира играет стабильно. Причем стабильно как в плюс, так и в минус. В том плане то, что если он начал играть турнир вяленько, он будет до конца турнира играть вяленько. Ровно как и, например, на других турнирах было наоборот. То есть если он играет хорошо, то значит он будет играть хорошо весь турнир. Здесь наоборот. Адэшника, да, шот-ваншота, ну, точнее, он там переименовался, он теперь уже Амиракл. Вот. Его вообще в команде за человека не считают. Вот в принципе вообще не считают. И мне кажется, что он там сидит, потому что он очень неконфликтный сам по себе человек по натуре и может спокойно уживаться с ликритом, который, ну, вы сами видели, как он себя ведет. Стажер стабильный, стажер тащит, молодец. Вот кому я искренне снимаю шляпу уважения, так это стажеру на самом деле. И мне вот еще кажется, что вот конкретно этот вот матч, да, и опять-таки я не буду давать предикшены прям наглые, я не прыгаю на хайп трейны, но вот здесь самый равный матчап из всего, что вообще может быть вот в этой конкретно. Вот среди этих четырех это самый равный матчап. У Айныксов есть объективно реальные шансы выиграть в H2K. Мне кажется, еще тоже почему. Потому что они, по сути, с одного сервера, что H2K катают на Весте, что Айныкс катают на Весте, они определенно друг с другом уже знакомы. Они уже определенно друг с другом играли. Как минимум в салакухе. Может быть, даже там какие-нибудь искримы были. Информации у меня нету, я этого не знаю, но возможно тоже такое было. И, в принципе, как у Айныкса есть равные шансы выиграть в H2K, так и в H2K тоже есть реальные шансы Айныкс выиграть. Очень равное противостояние. Но, опять-таки, если делать какой-то выбор, блин, потому что я русофоб хейтер, я скажу, что H2K пройдут. Потому что личный скилл, потому что еще чего-то там. Я, опять-таки, я скажу H2K. Но, если вы искренне топите за Айныксов, если вы верите, что Айныксы пройдут, ставьте на них. Поверьте мне, объективно они могут. Но, допустим, это произошло. Допустим, Айныксы выходят. Дальше они нарываются на Самсунгов. И это просто без шансов. То есть, если вот здесь я говорю, что объективно можно выиграть, здесь я говорю уже с Самсунгом, что против Самсунгов и вообще против Кореи. Айныксы не выиграют в BO3, в принципе. То есть, победа одной игры над Роксами это не такое великое достижение, кое его хотят выставить некоторые личности. Особенно с официальной трансляцией. Поэтому именно я говорю, что в BO3 против Кореи Айныксов шансов ноль. Вообще. Если я сейчас окажусь неправым, буду выглядеть, конечно, реально как какой-то хейтер. Ну, а что делать? А что делать? Я как бы не хочу отказываться от своего мнения, не хочу прыгать на хайп-трейн. Так. Что мы тут имеем, получается? Тут мы имеем, получается, чисто корейское противостояние SKT-T1 против Рокс Айгерс. Вот это уже более интересная штука, потому что, с одной стороны, Рокс Айгерс это первый сит Кореи, а с другой стороны, SKT на турнирах, ну, точнее, вот, да, вот на подобных вот мероприятиях, как какие-то турниры, как вот чемпионат мира, SKT играют гораздо сильнее, чем в групповой стадии. Из года в год уже. Так что здесь тоже довольно-таки трудное решение, трудное противостояние. И я, опять-таки, скрипя сердцем, просто вот скрипя сердцем, говорю, что отсюда выйдут SKT. Опять-таки, тут можно очень много думать, можно очень много тебя рекрафтить, размусоливать. Я говорю, что SKT. Отсюда Самсунги просто без шансов. Неважно, кто выйдет, либо H2K, либо NX, против Самсунгов у них нет шансов. И в итоге мы будем иметь чисто корейский финал. Просто чисто вообще корейский финал. При этом, мне кажется, что как в каком-то чемпионате мира уже такой финал был. Там тоже были Samsung Galaxy против SKT, по-моему, если ничего не путаем. Но, скорее всего, да. Кто из них выиграет чемпионат мира, я не буду тут ничего говорить. Вот если, допустим, я еще как-то могу дойти до финала, что он будет корейский, но кто выиграет этот чемпионат мира, этот финал, тут я уже предик, что никакие давать не буду. Я не знаю. Мне кажется, что если уж вот так вот, допустим, если мой Терри Крафт сколько-нибудь валиден, то их силы будут примерно равны. И кидать монетку, ну, не буду кидать монетку, скажу, что просто будет интересный финал. Наверное. Хотя, блин, финалы последних чемпионатов мира были не самые интересные. Самые интересные были как раз-таки стадии вот четвертфиналов и полуфиналов. Ну и да, там, вроде как, что-то у меня мысли закончились, но вроде как, вот еще хотел сказать еще, H2K молодцы. Вот за кого я искренне рад, вот из этих вот всех ребят. Именно за H2K я рад больше всего. Они, по-моему, за один день прошли, точнее, ну, наиграли себе от там предпоследнего места в группе до первого. Притом отыграли просто мега красиво. Просто там бомбически красиво. Блин, молодцы. Вот за H2K я по-настоящему рад. И для INX вот это вот, то, что H2K с первого места из группы вышли, это для них огромная удача, потому что иначе они бы нарвались бы на, по-моему, либо на Китай, либо на Корею, и там было бы еще более, скажем так, интересно. А тут, как бы, тут против H2K реально можно выиграть. И все труды, старания H2K просто обломятся еще на стадии полуфинала. Увы. Вот так вот. Пишите в комментариях, что вы думаете, потому что я и так уже слишком много тут сижу болтаю. При этом болтаю не особо-то какие-то прям мега-классные вещи. Для кого-то, мне кажется, вообще я говорю, что-то, наверное, мега-очевидное. Вот, да, пишите в свои комментарии, что вы думаете, за кого вы лично топите. Вот, и скорее всего, увидимся на каком-нибудь из стримов по вот этим вот потрясающим каточкам. На этот раз я уж точно все сделаю как надо. Спасибо всем большое за ваше время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok